Вообще ситуация-то идет к прямому вооруженному конфликту между Россией и Украиной, к чему, собственно, и подталкивает вся логика геополитической игры, в первую очередь, американцев вот в этом регионе. Можно поднять какие-то старые публикации. Для меня лично это было ясно. Я считаю, что, к сожалению, они в этом деле добились успеха. Да, они смогли смоделировать ситуацию, при которой столкнули лбами Россию и Украину, российские и украинские народы. И цель была понятная – разрушить исторические близкие отношения через создание непреодолимого внутреннего конфликта. А еще лучше заставить убивать друг друга. В одной статье, где-то года три назад, я прям так и написал, что дело идет к тому, что события на Украине развивались так, чтобы в итоге привести к тому, чтобы мы друг друга убивали. К сожалению, в этом им удалось достичь успеха. И здесь ответственность лежит и на российской, и на украинской стороне. Мы позволили сыграть себя именно так, к сожалению. По целому ряду причин. Что касается Украины, я считаю, что одна из главных причин, что Украина сделала неверный геополитический выбор. Вы, наверное, ждете, что я сейчас скажу, что она должна была присоединиться к России. Нет. Я считаю, что Украина должна была придерживаться реально нейтрального статуса и играть на балансе интересов между Россией и Западом. И так можно было существовать десятки лет и иметь из этого дивиденда и строить свое будущее и развиваться. Однако украинскую элиту все-таки втянули именно в геополитическую игру, или она сама хотела этого. А в этой геополитической игре не было никаких шансов того, что Украина не пострадает. В этой геополитической игре Украина могла быть только инструментом, только полем боя и больше ничем. Это совершенно очевидно. То, что украинская элита этого не понимала или думала, что можно как-то избежать, не знаю. Мне кажется, просто людям было это безразлично. Это было безразлично. Потому что все, что произошло, было на самом деле несложно спрогнозировать. Ошибки со стороны России, они тоже очевидны. Их было немало. И здесь, в Москве, о них много говорят. И одна из них, на мой взгляд, это первое. То, что мы достаточно долго точно так же следовали в фарватере западной политики. Все надеясь на то, что Запад за те уступки исторические, которые мы ему сделали, будет учитывать наши интересы. А второе, то, что мы не работали на уровне людей, то есть населения. То, что мы недостаточно укрепляли тот позитив, который имелся, а все больше общались просто с денежными мешками. Надеюсь, что через эти денежные мешки можно как-то порешать свои проблемы. Но это, на мой взгляд, проблема всех постсоветских элит. Они в целом не очень высокого качества. И в ситуации, когда была разрушена советская идеология, ничего умнее они не придумали, кроме как поклониться, если хотите, золотому тельцу. Верить в деньги, как в Бога. Вот, собственно, если бы меня спросили, а как можно характеризовать большинство правящего класса на постсоветском пространстве? Ну, скажем так, правящий класс в широком смысле слова. Я бы сказал, эти люди верят в деньги, как в Бога. А таких людей очень легко обмануть, такими людьми очень легко манипулировать. Таких людей очень легко взять за, так сказать, слабое место. И потом, такие люди обычно очень самоуверенные. Им кажется, что, так сказать, с кем-то может случиться плохое, но не с ними. А Украина как раз продемонстрировала совершенно четко, как это бывает. Я думаю, что еще и будет демонстрировать, потому что эта история не закончена. Поэтому, да, по поводу отношений, так сказать, это печально. Я думаю, что на будущее все равно нам надо понимать, что продолжение вот этой игры, продолжение участия Украины вот в этой игре, оно, скорее всего, доконает наши отношения. Потому что, еще раз повторюсь, в этой большой геополитике Украина, при всем уважении к ее народу, абсолютно не готова к тому, чтобы играть в реально большую геополитику. Потому что в этой большой геополитике она может быть только инструментом. В лучшем случае и в худшем случае полем боя. Субтитры создавал DimaTorzok